Здравствуйте! На канале «Справедливая Россия» программа «Акцент дня» я Владислав Павлов. Ежедневно мы обсуждаем самые актуальные и резонансные темы. Сегодня говорим о том, как Украина отмечала годовщину незалежности. Итак, начинаем. На связи со студией заместитель декана факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета при правительстве России Александр Немцев. Здравствуйте, Александр Викторович! Добрый день! Добрый день, коллеги! 24 августа Украина отмечает День независимости, но вот в данной конкретной ситуации независимость от кого и от чего отмечалась на Украине? Ну, как бы понятно, суть этого праздника состоит в том, что Украина провозгласила независимость от Советского Союза, как она считает, вышла из состава Советского Союза. Но полноценной независимости у этого государства, мы сейчас видим, не получилось. Но это их не смущает, праздник есть, независимости нет, поэтому... Вообще, праздники — это такая национальная традиция Украины, праздники там очень любят, празднуют всевозможные различные сюжеты своей истории, даже несуществующие. Поэтому, я думаю, главный праздник в всей этой украинской мифологии — это День ее независимости. Ну, праздникам принято подводить какие-то итоги. Вот на момент развала Советского Союза, по различным оценкам, Украина обладала пятой экономикой в Европе. Сегодня, что творится с экономикой Украины, сказать довольно сложно, но вряд ли она входит даже в двадцатку. Так с какими итогами они подходят к этому празднику? Ну, они подходят... Вы знаете, мне кажется, суть украинского проекта не состояла в экономическом развитии, в развитии народонаселения, в повышении конкурентности и так далее. Суть украинского проекта, как мы видим сейчас, собственно говоря, состояла в том, чтобы за максимально короткий по историческим меркам путь, ну, времени, да, сделать так, чтобы Украина стала полноценным таким русофобским аванпостом западного мира. Собственно говоря, она с этой задачей справилась, и сейчас мы вынуждены вот в ходе специальной военной операции корректировать этот украинский путь, и, возможно, после итогов операции Украина станет полноценным независимым государством. В каких границах, в каких, что называется, формах, то ли это федерация, то ли унитарное государство, покажет время, но то, что сейчас Украина подошла к 30-летию своей независимости в разобранном состоянии, в состоянии оголтелой пропаганды и так далее, и так далее, не в лучшей своей форме, это очевидно, вы знаете, вот 30 лет это такой, вроде как здоровый мужчина должен быть, а здесь мы увидим инвалида, который, ну, не в состоянии не то, что ходить самостоятельно, а мыслить даже самостоятельно, то есть этот человек в коме, ну, при всей... Александр Викторович, ну, мы привыкли говорить, что это такой внешний проект антироссия, да, но действительно ли на Украине вот существует эта проблема самоидентификации? Старший брат, эдитовский комплекс там и так далее. Здесь важно разделять население Украины и украинскую элиту. Вот украинская элита полноценно воспитывалась, вот полноценно воспитывалась в таком состоянии, чем ты агрессивнее против России, тем ты успешнее в политике. Мы это видим, особенно после 2014 года. Мы видим забвение пророссийских партий, да, ну, имеющий так или иначе независимый вектор, я бы их даже пророссийскими не назвал. При этом мы видим восхождение и такое полноценное раскрытие в плане властных полномочий абсолютно русофобских сил. И сейчас мы видим по риторике даже тех людей, которые до 2014 года, в принципе, в России там деньги зарабатывали, хорошо с нами общались в разных сферах, там и с бизнесом, и с политическим спектром. Но сейчас, чтобы получить власть и, собственно говоря, присутствовать во властном механизме украинского государства, эти люди вынуждены стать такими ярыми русофобами. И, по большому счету, украинская элита – это вот обращик того, как не надо делать, и, собственно говоря, за это они сейчас и страдают. Ну, как известно, киевская мэрия отменила и запретила все массовые мероприятия с 22 по 25 августа из-за возможных российских ударов. Ударов, как и следовало ожидать, никаких не было. Но, тем не менее, одно мероприятие в Киеве в этот день состоялось. Я имею в виду 24 августа. Давайте посмотрим это видео. Ну, вот, собственно, картинка, так сказать, самоговорящая. Но, тем не менее, Саня Викторович, вот этот визит Джонсона в Киев в День независимости какое значение, какой смысл имеет? Вы знаете, ну, это дембельский аккорд. Товарищ Джонсон уходит. Ему надо показать новоследок какую-то свою роль. Он хочет войти в историю как человек, который поддерживает Украину, как человек, который выступает с таких наиболее агрессивных позиций против России. И вот сейчас уже, тогда, когда у него полномочия заканчиваются, он сделал последний визит, сказал, что он по меркам военного времени даст какие-то крохи на поддержку украинской армии и поддержал Зеленского. Но эти визиты, знаете, они карикатурны. Но, с другой стороны, не случайно, что только Лис Джонсон попал в Киев из лидеров государств на День независимости Украины. Больше никто не приехал. Это такой симптом интересный. Уходящая фигура провожает уходящее государство. И вот в этом такой немножко комичный момент в этой ситуации присутствует. Я пытаюсь какую-то лыбку все время найти, но что-то не получается. Потому что, если вы боитесь российских ударов по центру Киева, зачем вы ведете туда премьер-министра, пусть уже и бывшего? На убой, что ли? Ну, смотрите, США, как известно, в начале этой недели, по-моему, или в конце следующей, сделали очередной призыв своим гражданам уехать с Украины, не посещать Украину в связи с тем, что, возможно, военная эскалация новая, такая достаточно серьезная. То, что туда приехал Джонсон, ну, его не жалко, видимо. Собственно говоря, он и так уходит. Ну, и он такой символ, символ этой политики. И, видимо, были даны какие-то гарантии, что в период их прогулки не будет никаких ударов и так далее. Ну, конечно, там столько охраны, что я думаю, что даже те девочки, которые там собрались, близко к Джонсону не подошли. Конечно. Ну, если вы помните прошлый визит, когда он подходил к гражданам, там это было в форме такого погорелого театра, мы рады вас видеть и так далее. Сейчас этого было минимальное количество, что говорит о том, что ситуация на Украине меняется. То есть, если раньше показывали, была цель показать такое, знаете, что на Украине все спокойно, то сейчас эта картинка совершенно неспокойная. И какие цели они преследовали, я даже боюсь себе представить. Вот этим охранниками, каким-то таким, знаете, ну, не знаю, это картинка реально режима в осаде в каком-то. Ну, вот, собственно, видимо, какие-то цели преследовали. Видимо, Джонсону все равно. И для него было важно сделать какую-то точку в украинском вопросе. Ну, Джонсон, как вы уже сказали, действительно там пообещал какую-то помощь, на сколько там миллиардов, то ли долларов, то ли фунтов, 850 микродронов, значит, подарить. Такие ли подарки сегодня нужны Украине, стране, которой нужно 5-6 миллиардов долларов ежемесячно, чтобы там хоть что-то работало? Инфраструктура, чтобы выплачивались пенсии, зарплаты? Да нет, конечно. Собственно говоря, экономика Великобритании сейчас испытывает достаточно серьезные трудности. В этих условиях говорить о какой-то серьезной помощи Украине не приходится. Своя рубашка ближе к телу, что называется. Здесь же, опять же, это все символизм, понимаете? Они, есть игра мускулами, а есть игра цифрами. То есть они каждую свою помощь, что англичане, что американцы, показывают, что вот мы поможем. А когда поможем? Что будет поставлено, в какие сроки. Это все... Газар Викторович, извините, перебью. Пентагон сказал, что мы поставим вооружение в течение одного-трех лет. Они всерьез думают, что это вот так надолго? А, собственно говоря, это, знаете, это дать обязательства, которые, возможно, не придется выполнять. Ну, что это такое? Пообещать, например, мы сделаем в течение трех лет что-то. Ситуация меняется. Если это у нас стабильная ситуация, мы можем что-то планировать на три года и более. Если ситуация военного времени, ну, планирование на три года, это говорит о том, о несерьезности намерений. То есть намерения сейчас становятся все более и более несерьезными. Поэтому, собственно говоря, украинский режим и безрадостно. Если мы видим основных спикеров с их стороны, они говорят о том, что нам помощь нужна сейчас и много. То, что нам предлагают, это ни к чему хорошему не приведет. Значит, нет цели, чтобы украинский режим долго существовал. Я думаю, что вполне возможно, вот эти вот действия говорят нам о том, что вскоре возможен транзит этого режима, к нему готовятся. Ну, на Киев, как мы знаем, никаких прилетов не было, ни 24-го, ни до, ни после. Но украинская сторона, тем не менее, отметилась. И опять обстрелы Запорожской АЭС, и теракт убит глава одного из поселений и так далее. А каким образом тогда Зеленский или там тот, кто его сменит, собираются возвращать территории, о чем они неустанно говорят? Опять же, это риторика. То есть это вот такое ощущение, что они, знаете, пребывают до сих пор в состоянии съемок какого-то сериала. И в этом сериале у них есть какой-то сюжет. Причем по старой Киевуэновской традиции они его меняют в день раза по четыре, чтобы это было эффектнее, интереснее и так далее. Но помимо их желаний изменить этот сюжет, есть достаточно серьезные обстоятельства, которые не позволяют им на деле что-то как-то себя проявлять. Поэтому они, вот знаете, вот к заявлениям Киевского режима я отношусь как к такому конкурсу ораторского мастерства. Сказать что-то яркое, интересное. Но всерьез их оценивать не стоит. Поэтому все их намерения о том, что они там что-то вернут, мы это слышим с 2014 года по Крыму, мы это слышим по Минским соглашениям. То есть этим людям, им словами верить не имеет никакого смысла. Ну, у нас на постсоветском пространстве есть один человек, который в ораторском искусстве преуспел. Я имею в виду президента Беларуси Александра Григорьевича Лукашенко. Я, с вашего позволения, зачитаю несколько строк из поздравлений Лукашенко украинскому народу. Значит, он пожелал мирного неба, толерантности, мужества, силы и успехов в восстановлении достойной жизни. Что это было? Это троллинг такой? Это многовекторность политики белорусского президента? Я думаю, здесь адресат не украинской элиты. Здесь адресат украинский народ. То есть Александр Григорьевич достаточно опытный политик. И в своем обращении он, конечно, сейчас украинская элита и украинские спикеры его так немножко обсмеивают, что вот он, по-моему, союзник России и так далее. Но в то же время он как человек, который говорил о том, что украинский народ ему не чужд. И, собственно говоря, все усилия Беларуси по минскому процессу это подтверждение этого факта, потому что Беларуси действительно и лично Лукашенко делал все, чтобы конфликт был преодолен, чтобы конфликт был, что называется, разрешен путем соблюдения минских договоренностей. И площадка была выбрана не случайно. То есть Лукашенко, он вполне себе с миротворческой миссией справляется. Но то, что как бы оголтелость украинского режима с каждым днем растет, в результате мы видим, что Лукашенко перестал обращаться к ним, но в то же время ему важно сохранить контакт с населением, с простыми людьми. И вот это послание, с моей точки зрения, это больше послание украинскому народу. Возможно, кто-то из них его услышит. То есть мы вам не враги, мы желаем вам мирного неба, мы желаем вам процветания, и оно неизбежно наступит. Александр Викторович, на ваш взгляд, дальнейшее развитие ситуации в течение ближайшего времени, понятно, что там анонсированное наступление на Херсон, значит, его нет и, видимо, и не будет, усиление террористической деятельности, я не знаю, будет ли объявлена Украина государством террористом, а как будут развиваться события в свете того, что мы видим сегодня и то, что можем прогнозировать? Ну, сейчас начинают очень интересные процессы происходить климатические. Та самая пресловутая зеленка, которая мешает активно проводить военные действия в силу того, что люди, солдаты, техника может эффективно прятаться в лесах, на траве ее практически не видно. Она уходит и нас ждет достаточно холодная, мы уже видим по прогнозам, холодная осень и, соответственно, зима. В этих условиях, конечно, я ожидаю активизацию военных действий, потому что все будет как на ладони и здесь, конечно же, будет интересно, к чему это все приведет. Очевидно, что сейчас российские вооруженные силы предпринимают достаточно серьезные усилия по освобождению ДНР, остатка территории там не так уж и много осталось. Донбасс, конечно, это серьезный укрепрайон, но в то же время все условия для того, чтобы разобрать его в обозримое время, есть. В какое время? Собственно, вчера министр обороны сказал, что мы к времени не привязываемся, нам важно выполнить свои задачи, но при этом для нас важны жизни мирных граждан и, собственно говоря, своих военнослужащих. Поэтому цели есть по освобождению Донбасса, по выходу на какие-то хорошие достаточно рубежи в Харьковской области, в Николаевской области. Мы видим достаточно серьезную активность, ряд средств массовой информации говорит о том, что российские войска стягиваются словно клещи к Николаеву. Возможно, собственно, еще один областной центр, а может и несколько будут освобождены. Что касается террористической активности, ну вы знаете, в условиях отсутствия реальных успехов на поле боя, конечно же, украинский режим будет предпринимать какие-то шаги по дестабилизации ситуации в России. Прежде всего, они будут направлены на то, чтобы вызвать какую-то панику, вызвать какое-то разочарование этой войной среди населения, среди граждан России. Какие решения будут приняты со стороны парламента и руководства страны? Я думаю, что вполне возможно проведение, помимо референдума на территории бывших украинских областей, ну и нынешних в настоящее время, это Херсон, Запорожье, общероссийского референдума о том, что как граждане России относятся к тому, что эти территории будут к нам присоединены по их желанию, да, если это желание будет. И я думаю, вполне вероятно в том числе проведение какого-то общероссийского плебисцита по этому вопросу. И с большой долей уверенности могу сказать, что население России эти шаги поддержит. И это будет, конечно, шах и мат для всех западных товарищей, которые работают на дестабилизацию ситуации в нашей стране. Спасибо большое. Я напоминаю, что у нас на связи был заместитель декана факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета при правительстве России Александр Немцев. Это программа «Акцент дня». Я Владислав Павлов. Смотрите нас каждый день на канале «Справедливая Россия» и будьте здоровы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова